Музыка У нас со Севастополем достаточно старые связи И нашего фонда, и нас как представители, наверное, представители вообще российской общественности В состав фонда входят разные страны люди, это и бизнесмены, и чиновники, и военные, и люди искусства, и студенты Но всех объединяет одно, стремление к тому, чтобы в России и в нашем обществе утверждались и сохранялись традиционные ценности Ценности любви к родине, ценности любви к людям, ценности святости материнства, любви к матери И мы здесь всегда были заодно с Севастополем, с Крымчанами, мы всегда чувствовали вашу поддержку в этом вопросе Неоднократно раз сюда приезжали и наши делегации, и мы общались и о православных святынях Мы поддерживали начинание русской православной церкви, мы поддерживали начинание севастопольцев в области общественной деятельности И ваш нынешний глава, он лауреат нашей премии веры и верности И нам это очень приятно, что наш лауреат сейчас возглавляет город Севастополь И естественно, мы не могли не быть здесь в тот момент, когда действительно начинается новая история С одной стороны, она новая, с другой стороны, она очень-очень старая и очень традиционная И вот эта фраза, которую мы сегодня видели, когда проезжали по дороге домой в Россию, она задевает сердце И вот, может быть, ради того, чтобы выйти эту фразу и сказать вам о том, что мы с вами, мы здесь Ну, наверное, в том числе будет продолжаться сотрудничество в Севастополе Ну, например, в том, чтобы дети в школах начали изучать реальную историю Например, страны, это одно из этих направлений, одно из важнейших направлений И это направление важное и в России, и, мне кажется, это направление важное и в Крыму Мы должны понимать, что мы один народ И один народ, который хоть и пытались разделить, разделить очень хитро, на мой взгляд Разделить, дав ему разные понимания истории Например, даже так, не только, ну, было много других аспектов, но и это в том числе Я думаю, что сближение позиций, нахождение общих, наверное, даже ни слова, интересов Мы даже вернемся к слову ценности, нахождение общей ценности, общей основы нашей жизни Это тот труд, который сегодня надо будет нам совместно делать В том числе и общественности ваши, общественности наши Это очень немалый и очень большой труд Изменить даже взгляд молодежи на очень многие вопросы Взгляд даже не только молодежи, а всех людей на очень многие вопросы Внутри страны, внутри страны России Потому что ваш толчок здесь, это в том числе толчок и для нас, очень серьезный там, в России Потому что то движение, которое сейчас началось, стихийное Практически во всех городах в поддержку того, что происходит здесь, в Севастополе, в Крыму Тоже очень многое значит для нас Мы тоже себя начинаем чувствовать еще более сплоченным народом Очень похоже на севастопольцы Мне кажется, что то, что требует незнамедлительных изменений Это, конечно, система, ну, подхода, наверное, даже не просто к образованию Наверное, подхода к воспитанию молодежи Очень многое надо менять, в том числе надо менять и у нас в России Наша совместная история, которая сейчас вновь начинает открывать новые такие повороты и грани Она тоже говорит о том, что есть аспекты, которые мы должны все обдумать и оценить Надо начать, может быть, в том числе и с этого Отношение к родине, отношение к тому, что является главным для человека Наверное, так Потому что история – это не только вспоминание о событиях Это оценка роли отцов, роли самих себя По отношению к той земле, к тем людям, которые живут рядом, и к той земле, на которой ты живешь Наверное, так Наверное, так У нас тоже идут очень серьезные споры, серьезные дискуссии Например, о едином учебнике истории и о единой оценке все-таки роли России в тех или иных событиях Это очень непростые дискуссии Дискуссии, они не пустые Это дискуссии, которые направлены в том числе на наших детей На наше будущее На то, что является целью жизни человека, ради чего он живет И это закладывается, это не простые слова, любовь к чему-либо, так сказать Или, например, сегодня требуют серьезной оценки в очень многие события, происходящие в семейных ценностях в Европе Это же нам не случайно навязывает иное отношение к женщине, иное отношение к материнству Иное отношение вообще к отношению мужчин и женщин Тоже не случайно ошибаются основы человеческой жизни, основы ценностей И поэтому то, что сегодня происходит в Киеве, так сказать Это же можно спорить, является ли это неофашизмом, фашизмом, неонацизмом, там, нацизмом Но то, что это окрашено в эти цвета, уже является опасным Дело историков, дело, наверное, теоретиков понять, что это с точки зрения идеологии Но то, что это красится в эти цвета И что есть люди, которые это поддерживают даже при условии какой-то всеобщей психиатрии, так сказать Это же очень многое означает На той земле, которая была полита, крови стольких людей, для того, чтобы этого не было Чтобы всем было людям стыдно краситься в эти цветы Но это же происходит Значит, что-то не так в Газском королевстве Или это кому-то нужно Или это кому-то нужно Или это чей-то проект Ну, с этим должно надо бороться И понимать, что на проект должен быть проект, другой проект На проект надо отвечать Либо проект, либо понимать, что происходит Хотя бы понимать, что происходит Это тоже работа, которая требует осмысления И вы здесь нам тоже помогаете Потому что ваш опыт, он уже не только предмет сегодняшнего дня Не только предмет истории Это предмет серьезного размышления, что происходит Ну, наверное, есть текущие вопросы, которые связаны с платежами социальными, с платежами пенсионными, с текущими платежами компаний, бюджетных задолженностей и так далее. Наверное, я так думаю, что это может быть правильно организована система Центрального банка Крыма или Центрального банка Севастополя, но все-таки Центрального банка Крыма, в который, наверное, входить могут быть и в том числе Центральный банк Севастополя. Я не являюсь руководителем подобных структур, так сказать, но я как банкир себе представляю это, наверное, так. И эта система может быть замкнута, например, на систему, если будет принято решение 16-го числа о входе ССАФ России, значит, может быть замкнута на Российскую Центральную систему банков. Будет происходить поэтапный переход на рубль, и здесь может быть поддержка российских банков, центральной власти и так далее, и так далее по осуществлению подобных платежей. С депозитными вещами, ну, не то чтобы сложнее, дело не в том, что сложнее, но просто сами средства находятся, как я понимаю, в основном в украинских банках. Ну, значит, здесь может быть продумана система социальной поддержки людей на переходный период, также могут быть продуманы, в том числе с превращением и не только Центрального банка России, но и коммерческих банков российских. Я думаю, что мы очень многие как банкиры заинтересованы в нормальной стабильной ситуации, и в том числе нормальной стабильной ситуации вот такого дружественного региона, независимо от того, какое решение будет принимать народ, это ваш выбор, так сказать. Но мы заинтересованы в этой стабильной ситуации и дальнейшем развитии. Ну, а потом, и даже если представить себе, что там будут заблокированы какие-то расчеты, заблокированы какие-то депозиты в украинских банках, то любой экономическая война, она не односторонняя, она всегда как минимум двухсторонняя, так сказать. И всегда эти вопросы решаются путем достаточно быстрых и не очень долгих переговоров. И всегда находится компромисс, всегда находится компромисс, потому что всегда любые экономические действия, любые экономические санкции несут при себе точно такие же противодействия. Ну, это как физика, так сказать, любое действие равно, любая сила воздействия равно сила противодействия, так сказать. Ты начинаешь себе на голову, так сказать, капать грязной водой, так сказать, когда ты делаешь что-то не так. Поэтому это вопрос только перехода. Я не думаю, что это будет очень болезненный вопрос. Да, наверное, какой-то переходный период будет. Но здесь, может быть, решены именно социальные вопросы с помощью поддержки Центрального банка России и российских банков, которые могут заменить однозначно ту систему банков, которая находится здесь. Это однозначно так. Кроме того, я думаю, что владельцы украинских банков, они люди разумные, какие бы они ни занимали политическую позицию. Они заинтересованы либо в нахождении компромисса со своими партнерами, в том числе российскими, либо просто продажа своего бизнеса здесь. А это значит развязывание практически всех рук. Вопрос только в времени, я не думаю, что очень или иного. Это будет решаться гораздо короче, чем строительство, например, того же моста или того же тоннеля, на Керчь. Это однозначно вопрос более короткий. Я думаю, что должен быть переходный процесс, когда действует и та, и другая валюта. Другой вопрос, наверное, должны быть зафиксированы какие-то курсы, потому что в любом экономическом переходе возникают экономические спекуляции, возникают те или иные течения. Не всегда это связано с людьми нечистыми на руку. Это могут быть вспышки, связанные с внешними какими-то событиями, различными. Но параллельное движение валют такое есть в мире, оно всегда, только должно быть ограничено каким-то временем. И я думаю, что, несмотря на все сегодняшние события, российский рубль все равно является той валютой, которая будет привлекательной для населения, если население примет решение, так сказать, в пользу своего соединения с Россией. Если оно не примет такого решения, так сказать, но это и другие процессы, которые, наверное, решатся будут в украинском обществе, как внутри него. Но российский рубль однозначно будет привлекательным. Это связано и с ростом, и с развитием экономики России, и с более стабильной ситуацией в России, безусловно, экономической. Крым и Севастополь немножко разные вещи, да, для Крыма это в том числе туризм, да, это туризм, это туризм, наверное, так сказать. Да, Крым, наверное, связан с сельскохозяйственными вещами, с сельскохозяйственным производством, наверное, я так думаю, так сказать. Крымские вины были всегда в очень неплохом, ну, каком-то таком качестве, так сказать, да, внутри страны. Я думаю, что Севастополь несколько иная все-таки история. Севастополь – это город, ориентированный инфраструктурно на флот. Ясно, что события, которые сейчас развиваются в мире, говорят о том, что украинский флот должен только усиливаться, потому что тактические вопросы решаются вот здесь, вот на Ближнем Востоке, там, в Красном море, в Средиземном море. Значит, здесь должно быть происходить усиление. Растак усиления – это гораздо дешевле ремонтировать корабли и воспитывать кадры здесь, чем гонять их в Мурманск или Владивосток. Это так. А растак, то знаю, то сегодня флот – это не просто грибные суда, деревянные постройки, которые тоже надо было ремонтировать, обслуживать, там, просто самим шить, так сказать. Но это высокотехнологичное научное производство. Я еще после окончания института, я инженер-математик по своему образованию, приезжал в Севастополь на наладку программного обеспечения для подводных лодок. Такую историю тоже хорошо помню, помню, это прекрасный город. Кстати, очень радостно, что город не стал, с моей точки зрения, после стольких лет грязнее или хуррит, развалившись в Севастополь, просто въезжая в него чувствуешь такую, какую-то обстоятельность города в этом вопросе. Это тоже, кстати, дух жителей. Но программное обеспечение пошло дальше, элементная база пошла дальше. У вас здесь находятся хорошие компании, которые умеют это делать. У вас здесь хорошие учебные заведения, которые еще в советское время неплохо учили людей. Я бы сказал, даже хорошо учили людей этому. Я думаю, что вот это направление жизни в Севастополе.